Ничего себе, захорону. Да ладно, потом дадим. Послать туда человеку. Валенька, подвиньте. Запечатал, никуда не сюда. Никуда не сюда. Да вот сюда, садитесь. Никогда не садись туда. Здесь сядь, а потом в конце сядешь. Простите за любовность. Кто-нибудь бы не набирал еще святой воды. Завтра она придет. Вот еще завтра. Тут такое дело. У нас в коридоре, как заходишь на правой стороне, на той стенке, висит история нашей крестовозвиженской общины. А вверху написано, ну кто-то переводите, неужели ни одного никто переводить может? Никто не знает. Завтра. Я пишу только. Я пишу. Завтра. Игнатий Игнатий. Надо посмотреть сколько лет будет. Все. Не поняла. Никого нету. Рассказать одна глухонемая, а остальные вообще не могут разговаривать. Пиши возьми бумагу, молодежь Васильевна. Это же навык. Ну вы можете сидеть и пишите ей. Вот не могу смотреть, когда глухонемые кто-то есть и никакого. Даже маленького. Подвижку дайте такую. Написал два слова, она уже понимает. Надо подвезти ее туда и показать. Бумажки нету. Понимаешь? Игнатий Игнатий. Пошла. Игнатий Игнатий, можно я поведу ее покажу, чтобы она прочитала? Да не надо, сейчас не надо. Ходить, показывать. А что такое? Берет такую бумажку. Все, насмешка какая-то. У нас есть, там пишут. Такое дело. Каждая. Сережа. Выключи все. 19 января, по новому стилю, отмечается крещение Господа нашего Иисуса Христа. Вот учительница, самый первый нарушитель всегда. А каждый учеников учишь, удивительно. Вначале говорит, замерла бы. Нет куда-то все это, какие-то движения делать. И зачем это все? Сосредоточиться очень трудно современному человеку. Послушания нет, главное. Надо вам японских учителей, они вас научили бы в один день. И написано наверху. В первое воскресенье, после крещения, у нас отмечается день общий. И я в прошлый раз не сказал. И никто не сказал. Виктора Андреевича нет и он заболел. И надо сегодня обзвонить, кого можете. Придете по списку, посмотрите, у кого есть какой телефон и позвоните. Татьяна Кузьминична сегодня уже обзванивала. Уже обзванивали сегодня. Капустина обзвонит. Ну надо обзвонят или кто-то. Договоритесь, у меня-то разницы нет, кто. Чтобы не забыл папу, то с кем идешь? Батюшка переведет. А Сережа доставить до дому. Самая уязвимая. За ней-то кто погонится-то? Ну ладно. Значит что? Подготовьтесь. Подготовьтесь. Какие у вас мысли есть? Потому что время идет. И на все прошедшее мы будем смотреть уже с некоторой ностальгией. С желанием вернуться, а время меняется. Тем более везде и всюду говорят. И все сводит к тому, что 16-й год будет очень непростой для России. Очень непростой. И поэтому мы будем вспоминать, что нам Бог дал. Дадим отчет перед Богом когда-то. Но сегодня надо выяснить все, за что нам прославить Бога. Прославить есть за что. Сейчас позвонила мне женщина. Она была здесь два дня назад. Даже день назад. Дети ее были у меня в лагере. Трое. Она пришла на встречу, когда мы с Татьяной записывали там у памятника Пушкину. И у нас вообще 53 процента или 57 процентов каждый год было бесплатно. А остальное тут кто-то мало получает. Дети там все как-то все снижали. И у нас только новые люди, которые нормально живут, приходят. Они платят полную стоимость. Но наша полная стоимость меньше государственной в самой низкой цене. Потому что в разных лагерях по-разному. В два раза еще ниже. Да еще мы больше половины бесплатно. Понятно, что мне приходится думать, бегать, волка ноги кормят. И она говорит, у меня трое ребятишек. Два мальчишки и маленькая, пять лет что ли, девчонка. Ну я говорю, ну посмотрим там как. Но она опоздала. Опоздала, когда мы уезжали, ненамного опоздала. Что-то я не знаю с чем там было, с транспортом. Она пришла и с Надеждой Васильевной поговорила. А это ей сказала, что пойдет отсюда машина. И она их отправила. И этот Андрей Головач, у него знакомый Газель. И он остатки ребятишек привез туда. Нанял, груз привез. Надо было муку привезти, масло, макароны, крупы. И все здесь мне что помогли, надо было увезти. И он, ну я книгами рассчитался с этим человеком. Он не остался в обиде. И привез этих ребятишек. Девчонка хорошая. Прямо хорошая девчонка. Но оказалась больная. Больных мы не принимаем. Лагерь-то трудовой. Но болезнь такая, что ее и не видно пока не скажут. Что-то с почками. Я ее сразу отделил. Батюшка мне дает у него на мороженое березовый сок. Я приобрел мед. С пасеки прямой. Я ее отдельно. Теплый березовый сок. Медом все. И через две недели она забыла, что больная. Кроме того, у меня труд морковку. Я этих маленьких всех подкармливаю. Все время тертая морковь. И девчонка вообще, она даже забыла, что она болела. Мальчишка один побольше ее. Тому, наверное, уже лет 9. Боевитый такой. Видно, что ни в чем не нуждается. Андрей звать. А оказалось, он больше всех вспоминает. Она пришла и рассказывает. А который выше, старше, так он как-то лукавит. Ну все на глазах все. Ой, говорит, нет. Он приехал до лагеря другой. Она пришла. И приехала в лагерь. И привезла двойняшек. У нее еще две девчонки дома. Ну, пришла сюда. Эти привели ко мне туда в дом. Я там никого не принимаю, кроме знакомых. Ну показывают тут. Мы-то привыкли нормально. А кто? Зайдет, дрова тут, фляги. Повернуть все негде. Там мы живем-то как на вокзале, можно сказать. Народ. А ей, говорит, там и сами так живем. Вот ты. Я извиняюсь перед ней. Я хотел сюда прийти. А он, еще не знаю, Никита привел ее туда. Это никогда не надо делать. Человека оставляют здесь. Ко мне подходить и спрашивать. Я оденусь и приду. Помните, директора приезжают. Я встречаюсь со всеми здесь. 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 В трапезной. Но у нее, оказывается, девочка родилась. 40 дней еще нету. И живет без мужа. Какой-то там туркмен или кто был. Хулиганил или что. Его отсюда государство выпроводило. Вот и понимай, кто она такая. Какая. А сама с желанием. И ходили они в Дмитриевскую. Что они сюда потянуло их, не знаю. Но я ей сказал, что девятишек ваши больше в лагере я не возьму. Девчонку одну могу взять где-то. Ну и вы кто. Я все своими именами назвал. Таких женщин называют на букву Б. Вот кто они такие. Ну, любой скажет. Да разве так может. Человек тебе пришел в гости. Может это последний раз. Я должен ее подвинуть. И у нее покаяние. Прямо покаяние. И девочка родилась с пороком сердца. И она теперь выздоровела. Успела покрестить ее. Покрестить Анастасией назвать. Она меняет на букву А столько. Звонят отовсюду. Агния заболела. Агния говорю это. Агафья заболела. А Акелина вторая А. Племянница звонит. Александра делает. Девчонка тоже небольшая. Катаракта. Ну и эту Анастасия назвала 4 на букву А. Я целую неделю перед Богом и стою. Стучусь в небесную отчизну. Помоги Господи. Сделай как надо. Мы с ней хорошо поговорили. Все это записали. И она сейчас звонит. Звонит. Завтра придет. Ну чтобы утром я ей позвонил. Чтобы не проспали. Будильник там не работает или что-то. Я к чему подговариваюсь то. К вашей кухне. За 7 лет. Значит если их будет и пятеро. Сама шестая. Чтобы у вас было что-то. У нас будет обед. Сделать обед. И чтобы принять то надо было. Ну как в лагере не хуже было. Сестры. Стоит только сказать. Я знаю. Вам только намек дай. Вы тут на неделю натащите. Вот обдумайте. Если у нее платки проще. Захватите с собой платочки. С булавками. Может у нее нет. Ребятишки то поясок то мы тут найдем. Но я скажу. Они знают. Но она приехала. Приехала перед этим. Сразу за ребятишек. По тысячи. Ну кого за тысячи на месяц то. Сегодня то нет то. А когда она приехала с двумя ребятишками то. Я отозвал в сторонку. Эти тысячи то вернул. Три тысячи то. Всех бесплатно. И когда поехала дорогу. Еще на дорогу дали денег отправили. То есть. Не копейки. Ну и. Отвезли еще ее. Вот. Ну сказал что больше мы не можем. Она ходит. Там детский лагерь есть. Патриархия. Пускай она там будет. Нет. А она. Сюда идет. Ну сказать. Не ходи. Я сказал. У нас не приглашают. У нас нельзя это. У нас запрещено. Она так удивлена. У нас только проситься можно. И после этого. Мы разрешим или не разрешим. Вот. Необычно. Самое необычное у нас. У нас запрещено звать себе людей. Понимаете. Такого не было нигде. Ни у кого. В аптестах нигде. Все. Ну пойдемте к нам. Пойдемте к нам сходим. У нас запрещено. Она сама приехала. И отказать. Такого в правилах у нас нет. Мы исследуем. Знаем. А ее это маленько уже знаем. Значит. Помолиться. Звать ее Елена. Елена Валентиновна. За обращение что ли. Чтобы Господь усмотрел что-то и как-то. Я то все говорил как бы с таким намерением. Что она уже раз там ходит. Ну. Патриарша тут церковь где. На площади Октября Димитрия. Там хороший священник. Бывший секретарь епархии. Отец Сергий. Ну да и ходи там. Тем более они там в воскресную школу ходят. Ну как там в воскресной школе то. Ну совсем не по нашему. Так сядь прямо. Не глядеть никуда не надо. Я говорю его убрали Сергея. Не надо тем более оговариваться. Еще одна причина. Я говорю Сергея этого убрали. Ничего не надо пока сейчас. Не говори. Я все равно не слышу. Только согрешение одно. Ну не надо делать вид такой. Идиоты перед собой видишь. Ну пройдет маленькое время. Сбегаешь. Штаны наденешь. Придешь и будешь говорить тогда. Мужским голосом. Успокойся. Страшно не люблю когда вот это оправдывается. Там у нее неладно с ребятишками видимо было. Что там у них было не знаю. Учительница не справилась. Подрались между собой. В воскресной школе. Она не знает как нахазать там. Которая руководительница в угол поставила. Я объяснил. Что это за угол. Что это за наказание. Наказание одно розга. Десять поклонов. А? Десять поклонов. Десять поклонов. Ну в угол говорит она. Садь. Мать там что-то. Десять поклонов. Даже поклонами можно наказывать. Когда он плохо кланяется. Тогда показать как. И чтобы он просто потренировался. В виде физических упражнений. Ну вот. Я все рассказал. О чем молиться. Чтобы вы знали. Почему? Это необходимо знать. Когда работали сыны пророческие с Елисеем. То у них топора даже не было на всех. Они топор где-то заняли. Но не посмотрели. Он не расклиненный был. Он сорвался и в Гордань упал. Они пришли к нему. О че. Топор утонул. Здорово живешь. А как же хозяев то отдавать то? Ну он подошел и говорит. Ты где утонул то? Ты где утонул то? Это значит где ты согрешил то? Да это не здесь. Это вон там. Там омут как раз там. Он тогда взял дерево. Ну а как его вытащили? Багра нету. Водолазный костюм не изобрели. Он взял. Отрубил дерево там какое-то. Я не знаю что там. Чурочка какая-то. Бросил в воду то. Ну топор где ты там есть? Топор сразу из воды пошел. Чурку так вот воткнулся. Он тогда берет его. Топор то вниз должен идти когда тонет то. А у пророка наоборот вверх. Мы чурку колем сверху. А у него снизу. Вообще столько чудес и никто их как будто не видит. Так где это утонуло? Вот здесь согрешение и прочее. Вот вы женщины. Сестры наши тут я знаю обиходят. Покажут ее. Ну все остальное покажете. Подведете к правилам. Они уже все забыли. Как правильно молиться не ходить. И тем более батюшки завтра нет у нас. Он на неделю был во вторник. Только на следующее будет. Ну вот все. А уже по дню общего. Тут кое-что скажем. Хорошо бы позвонить и Виктору Андреевичу. Чтобы он простывший был. Не такая уж и заноза большая. Но трудно ему. Он хлюпал носом. Видно. Так она что с детьми будет что ли? А? Она с детишками будет? Да. Женщина. Неужели одна? Конечно с детишками. Подъедет или как? Или что? Вот вопрос. Значит нужно сделать так. Я звоню ей в 6. А ты мне звонишь в 6.10. Узнать где ее адрес. Хорошо было подъехать и забрать. А Ванесова у них адрес? Она где-то далековато живет. На горе. На горе. Так давай договоримся. На горе? Игорь. В 6.10.15 так позвоните. А я ровно в 6 ей позвоню. Узнаю и запишу. До сегодня можно. Правильно будет? А сегодня можно? Сегодня. Она сказала в 6. Зачем я буду? Мне деньги тратить тоже. Знаете, она в ролике там сказала свой адрес. Когда вы записывали дома. Она сказала свой адрес. Она живет на горе. А Ванесова? Может быть с Польгуевым тогда лучше. А Ванесова где-то? А где Ванесова? Не-не. Он может не быть. По-моему на горе. Да это на горе понятно. А вот куда там ехать? Ну она там скажет. Она скажет. Где телецентр? Я передам. А ты тогда подумай. Ванесово, да? Неплохо было бы с Андреем. Созвониться. Остановка Алтай. Раньше был кинотеатр Алтай. Ну да. Вот вам вы пораньше, но он никогда пораньше не выйдет. Так дальше советы какие есть? Семь человек. Семь. Нет совета? Все. Ну и помолитесь об этом. Она и шестеро детей. Звать ее Елена. Ну а ребятишки там обязательно. И чадо, и я и все. Служанок нет. Ты чтобы никогда не пыталась уходить одна. Никогда. Я многократно повторяю. Так. Машин сегодня у нас немного. Игорь, пожалуйста. Сергей на машине. Сергей? Одна машина. Сергей машина. Сергей машина. Сергей это нету? Да вот оно. А ты без машины? Ааа. Завтра машину я. Останее за руки. Как во время атомной войны. Ну что с тобой? Ну где ты была? Ну где ты была? Райка бегала, плясала. Плясала. Нога вот у меня отпадала. Ну а нога. Отпадала. Что ты как ельцин? Ельцин даже плясал. Ельцину было там шестьдесят. Ну давайте. А бабушке стол уже. сто шестьдесят. Сто шестьдесят. Сто шестьдесят. Сто шестьдесят.